Париж Продолжение следует... 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 в столице Франции. С 1975 года мост охраняется государством как памятник истории и архитектуры. Во всем мире насчитывается большое количество статуй свободы. Кроме самой главной в Нью-Йорке, они украшают Париж, Кольмер, Сент, Сирсюр, Мер, Токио, Лас-Вегас. Подобные статуи есть и в Москве, в Ужгороде, в Днепропетровске, во Львове и в Кадасе, в Испании. У каждой своя история и свои особенности. Например, статуя свободы, которая находится на проспекте свободы во Львове, это Украина, единственное в мире сидящее изображение этого символа. А самое интересное, что копии статуи начали появляться еще до появления оригинала. Связано это с нехваткой средств на его создание. Прежде чем приступить к работе над конструкцией, Бартольди заключил договор с парижской литейной компанией. Согласно контракту, компания имела право на серийное производство и продажу статуи свободы. Таким образом, первой ласточкой статуи свободы было явление монумента французскому народу в сентябре 1882 года в городе Клегерек. Эта скульптура стала памятником для сержанта Джозефа Побегуина, родившегося в этом городе и принимавшего участие в экспедиции по Сахаре. Ну а сейчас мы плывем в направлении статуи свободы. Эта статуя свободы – копия той, которая сделана в Америке. Она находится неподалеку от Эйфелевой башни. Ну и немного давайте расскажу вам об ее истории. Фредерик Огюст Бартольди – это имя скульптора, который работал над созданием памятника. Прообраз статуи – древнеримская богиня Лебертас. Есть мнение, что роль натурщицы исполняла Изабелла Бойлер, вдова небезызвестного Исаака Зингера. Возглавить инженерный проект статуи свободы Париж было предложено Ежену Эмманюлю, Виоле, Людику. А с проектированием ему помогал сам Гюстров Эйфель, тот, который сделал Эйфелевую башню. Интересно, что всем известная Нью-Йоркская статуя свободы – это подарок Франции, а парижская статуя – ответный подарок от Америки. Статуя свободы в Париже имеет высоту всего 11,5 метров. Во многих штатах Америки, так же, как и во многих городах Франции и других стран, есть свои маленькие копии легендарного Нью-Йоркского символа свободы. Главная статуя свободы в Париже сегодня стоит на Лебедином острове, недалеко от Эйфелевой башни. Лицом она повернута на запад, туда, где установлена ее американская сестра. В правой руке статуя свободы в Париже держит традиционный для нее факел, а в левой каменное табло с двумя историческими датами переворотов во Франции и в Америке. Статуя свободы в Париже представлена в четырех местах. У Гренельского моста, то, что рядом с Эйфелевой башней, вот что мы сейчас видим, в Люксембургском саду и сразу две музеи искусств и ремесел. Так, что там написано секс-шоп? Нет, ну туда мы не пойдем. Пойдем мы сейчас на Молен Рожь. Популярный театр. Так, что вы мне не можете, не можете. все для секса фантазия секс ничего себе и здесь улочки в париже на каждой стороне секс 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 а Паровозит Томас. С вами был канал Deutsch Good. Кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И вас будет ждать очень много хороших видео. Всем пока. Чузи. КОНЕЦ КОНЕЦ